Представьте себе, мои юные друзья, что моя рука — это ваш дух. Он живой, он может двигаться сам по себе. Предположим, что эта перчатка представляет собой ваше физическое тело. Оно не может двигаться. Когда ваш дух входит в ваше тело, оно может двигаться и действовать и жить. Теперь вы человек, дух внутри тела. Вы живете на земле, но так уж было задумано, что вы здесь не навсегда, а только на время земной жизни. Малыши только начинают свою земную жизнь, а вот ваш дедушка, ваш прадедушка, ваша бабушка, прабабушка — они приближаются к концу жизни. Не так давно они были мальчишками и девчонками, такими же, как и вы сейчас. Но наступит день, и они покинут эту земную жизнь. И вы тоже. Однажды из-за старости или, может быть, из-за болезни или несчастного случая, дух и тело разъединятся. Мы говорим в таком случае, что человек умер. Смерть — это разделение. И все это происходит согласно плану. Вспомним, что моя рука представляла собой ваш дух, а перчатка — ваше физическое тело. Пока вы живы, дух внутри тела побуждает его действовать, работать и жить. Когда я разделяю их, когда перчатка, которая представляет собой ваше тело, снимается с вашего духа, она не может двигаться. Она просто падает вниз. Тело мертво. Но ваш дух по-прежнему жив. Та часть вас, которая смотрит через ваши глаза и позволяет вам думать, улыбаться, действовать, знать и быть — это ваш дух. И он вечен. Он не может умереть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok